Огромные горы мусора, дурной запах. Эта громадина дымится практически круглый год. Полигон ТБО, который находится на улице Итальянской, открыли в начале 70-х прошлого века. Ситуация не один год в центре внимания экологов. По данным федеральных СМИ, 20 лет назад шла речь о необходимости санации и рекультивации. О готовности выполнить необходимые работы заявили в компании, которая строит завод по переработке мусора. Андрей Евгеньевич, вы сейчас сами убедитесь, что никаких вредных технологических процессов в данном заводе не предусмотрено. Люди всегда спрашивают, когда говорят о мусороперерабатывающем заводе, будут ли какие-то последствия. И нам нужно заранее понимать, если такие риски есть, их минимизировать. Но если их нет, то давайте посмотрим производство. Процесс реализации проекта, то есть превращение отходов в доходы, стартовал не вчера, еще в 2012-м. Сейчас пусконаладочные работы. Завод запускается, но тогда нужно четко посмотреть по мощностям, по возможности, по рекультивации полигона. Можем ли мы задействовать взаимную силу и интересную структуру, и тогда уже дальше подвигать. Нам нужно наводить порядок и на полигоне, с одной стороны, и с другой стороны завод технологичен. И задачи, в принципе, можно выполнить. Визуальный мусор съедает пространство города. В Орле проблемы повсеместно. Баннеры, вывески, рекламные афиши, объявления. Не общего стиля, не заинтересованных в его появлении. У нас с вами получается здесь, ну кого только нет. И рестораны, и магазины. В другую сторону ворачиваешься, и желтая, и зеленая, и радужная. Нам, хотим или не хотим, надо единую форму определять. Единый размер, единую цветовую гамму. В сквере танкистов в субботнее утро немноголюдно. В погожие дни, напротив, надо советоваться с людьми и учитывать их мнение, когда речь идет о благоустройстве знаковых и памятных мест, считает Андрей Клычков. Я думаю, что нам нужно спросить у людей, у жителей города, у тех людей, кто здесь гуляет, что им бы хотелось. Я думаю, что нужно, безусловно, запланировать, что и делается каждый год, высоска цветов. Понимать, что мы будем делать 9 мая. Да и в целом по комплексу паркового хозяйства в городе подумать, что добавить, как добавить, где добавить, где-то скамеек. Когда с улицы Орла исчезнут аварийные дома и трущобы, когда новоселье справят их обитатели, вопрос, как говорится, риторический. Одна из жительниц Орла указала конкретный адрес и пригласила в гости. Улица Пушкина, дом 7, а квартира 14, ну и так далее. Сколько человек? У нас прописано 6 человек. Скоро будет 7. У нас дом совершенно рядом, здесь находится, за гостиницей Орел, он внутри дома. Вот там у нас все рушится, понимаете, веранда, мы не можем ходить уже по этой веранде. А у вас в дороге находиться, да? Да. Ну, вам сейчас дадут материнский капитал, может быть, вам помочь с ипотекой. Вот, если бы, нам любой вопрос, поэтому я и хотела решить. Давайте мы оставим, заслышим сейчас ваши контакты. Жалобы орловчан городским властям в уходящем сезоне часто приходилось брать на карандаш. Проект, который буксует у всех на слуху, городская среда. Претензий у жителей немало. Вопросы есть даже в благополучных дворах, которым повезло с подрядчиками. Дома, которые построены в советское время, они, к сожалению, испытывают острый дефицит в парковочном пространстве. И сегодня при реализации программы ремонта дворовой территории, как правило, дополнительно устраиваются места, где жители могли бы использовать для парковки своих автомобилей. Набережная Орла. Еще один пункт субботнего объезда города. Среди вопросов благоустройства берега в районе городского парка. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, Телеканал Первый областной.